В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Нечем дышать. Как выяснила наша съемочная группа, московский коксогазовый завод не при чем. Резонанс даже зрителей. Ну сколько выбрасывают газа? А это вы тут с печкой сопережете. Но этого не позволим. В гидромахе телеканала, как проводится дезинфекция мусорных баков в муниципалитете. Опускаем контейнеры и заключительный этап. Это у нас специальный химический раствор, который убивает всю заразу. Долгожданное пополнение. В детской школе искусств поселка Горки-Ленинские появится 8 новых музыкальных инструментов. Инструменты достаточно дорогие и не каждая школа может позволить себе приобрести такие инструменты. Коксогазовый завод опять засоряет воздух. По ночам от неприятных запахов нечем дышать. С такими жалобами в администрацию Ленинского городского округа обратились местные жители. В ходе проверки выяснилось, что это не мускокс, а соседняя частная территория, где сжигают мусор. Сегодня заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин выехал на место, где выяснил еще несколько интересных нюансов. Подробнее расскажет Юлия Погасьян. Коксогазовый завод – градообразующее предприятие, где трудятся тысячи местных жителей. Руководством предприятия ведется постоянный мониторинг оборудования, чтобы исключить всевозможные вредные выбросы в атмосферу. И правда, в последнее время мы стали забывать этот неприятный запах. Но на днях он снова появился. Как оказалось, виной тому нелегальная мусоросжигающая печь, установленная в промзоне. Жители жалуются, считая, что вот этот запах гари – это идет от мускокс. У нас на мускоксе порядок полный. Мы выполнили в прошлом году целый комплекс мероприятий экологических по снижению как раз-таки выбросов и по снижению концентрации всех. И, соответственно, конечно, отвечать за деятельность наших соседей нам не хочется. По распоряжению главы Ленинского городского округа была создана рабочая. Комиссия, куда вошли представители местной власти и инспекторы Госадомтехнадзора. Сегодня они выехали на место, где сжигался строительный мусор. Это прилегающая со стороны Каширского шоссе к коксогазовому заводу территория. После того, как собственники земельных участков узнали о том, что будет комиссия, конечно, они привели в порядок за эти три дня мероприятия, поскольку печка уже убрана, порядок наводится. Но сейчас поручения соответствующие даны. Мы до следующей пятницы дали поручение, чтобы первичный участок был приведен в порядок. И до установления видов решенного использования, который будет бизнесменом потом использоваться в своей производственной деятельности. Но на этой одной большой территории несколько собственников, которые осуществляют разную деятельность. Владельцы соседнего участка мусор не сжигали, а просто завалили забор москокса, значительно подняв уровень земли. То, насколько сильно здесь был поднят грунт, видно по этому дому. Одноэтажное строение буквально засыпали по крышу. То же самое происходит и с забором, разделяющим территорию от коксогазового завода. Теперь его запросто можно перешагнуть. А еще под неправомерные действия собственников попала река Куперенко, протекающая вдоль забора коксогазового завода. Без соответствующих согласований предприниматели засыпали русло реки и поместили его в коллектор. Эти работы необходимо было согласовать как минимум с Министерством экологии Московской области, Московским бассейным управлением, что не было сделано. И по данным правонарушениям сейчас уже ведется административное расследование Министерством экологии и природопользования Московской области. То есть возбуждено административное дело. В отношении ситуации с завалом забора и рекой Купеленкой администрация Ленинского городского округа собственникам участка дала срок до 1 августа, чтобы устранить все нарушения и привести территорию в надлежащий вид. На улицах муниципалитета появились гидромаки – инновационные мусоровозы с функцией мойки. Они не только забирают твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок, но и дезинфицируют сами баки, препятствуя распространению болезнетворных бактерий и вирусов. Оценила работу нового агрегата и наша съемочная группа. Снаружи гидромак похож на обычный мусоровоз. Подъемный механизм – большой отсек для транспортировки твердых коммунальных отходов. Но современная умная машина умеет не только освобождать улицы от мусора, но и оставлять после себя чистые контейнеры, моя и дезинфицируя их прямо на месте. Имеется машинный резервуар, в который залита специальная жидкость, которая соответствует Санпину и всем необходимым нормам. Мойка промывает контейнеры со всех сторон, таким образом, что все остатки и вещество дезинфицирующее остаются в кузове. Ничто не проливается на землю, ничто не остается на контейнерной площадке. Разнорабочий Роман Романенко раскрыл нам подробности работы гидромаков. Сперва необходимо высыпать в машину весь мусор, затем вымыть контейнер изнутри. Потом моем его снаружи, моющий средство таким же керхер, опускаем контейнер и заключительный этап – это у нас специальный химический раствор, который убивает всю заразу, чтобы не лазили крысы, тараканы, чтобы это не размножалось и запаха не было. На Ленинский городской округ было закуплено 15 таких гидромаков. В первый раз они вышли на дезинфекцию в мае. За одну смену машина может продезинфицировать около 100-150 баков. С тяжелой эпидемиологической обстановкой мы производим мойку им костей в соответствии с Санпином каждые 10 дней. Каширский региональный оператор деятельность ведет в 12 муниципалитетах. Мы составили план-график, довели его до всех муниципалитетов, до МинДЖКХ, в соответствии с планом работаем. Все работы выполняются. Только вот выполнять свои прямые обязанности иногда у специалистов Каширского регионального оператора просто не получается из-за самих жителей. К примеру, на улице Березовой гидромаг так и не смог подъехать к одной из контейнерных площадок. Порой происходит срывы из-за запаркованности. То есть нерадивые граждане, скажем так, бросают свой транспорт вблизи контейнерных площадок. И мы банально не можем выполнить услугу. Поэтому технике приходится возвращаться. Из-за этого происходит порой срывы. Поэтому работники регионального оператора убедительно просят жителей не перекрывать проезды к контейнерным площадкам, чтобы весь мусор был вывезен вовремя. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. К сожалению, в работе регионального оператора по вывозу ТКО встречаются и недочеты. В редакцию нашего телеканала обратилась жительница дома 17 по строительной улице. В начале весны на их дворовой территории был установлен бункер для строительных отходов. Проблема в том, что контейнер постоянно переполнен. Это происходит из-за того, что мусор регулярно не вывозят. И он скабливается здесь в течение длительного времени, создавая тем самым антисанитарные условия. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Отдельно стоящий бункер, предназначенный для крупногабаритного мусора, расположен в непосредственной близости от дома номер 17 по строительной улице. Местная жительница Лариса Бизин рассказывает, что из-за постоянной переполненности контейнера строительные отходы продолжают выбрасывать уже возле него. Ненужные доски, сломанная мебель, старые рамы от окон после ремонта не вывозят по нескольку дней. А вокруг бункера образовалась настоящая свалка. Здесь вот идет дорога, и рядом помойка, и рядом бункер. Очень удобно. Ты подъезжаешь, сбрасываешь весь промышленный мусор и уезжаешь. То есть не надо никуда заезжать, ничего. Проблема заключается в том, что за вывоз мусора отвечает региональный оператор, который свои функции выполняет нерегулярно. Иногда за него это приходится делать управляющей компанией. Мы постоянно работаем с диспетчерами, ежедневно даем заявки для вывоза данного мусора. Но региональный оператор реагирует, скажем так, не всегда своевременно. До приезда нашей съемочной группы мусор успели вывезти рано утром. Накануне вечером сотрудники управляющей компании неоднократно информировали диспетчера регионального оператора о сложившейся ситуации, но никто не выходил на связь. Уже тема поднималась, и вчера я еще раз поднимал с управлением ЖКХ администрации. Соответственно, будем прорабатывать в дальнейшем на штабе, на следующем по вывозу мусора. Это все будет озвучено, и региональный оператор должен принять меры по устранению. Представитель депутатского корпуса заверил, что ситуация взята на контроль, и проблему надеются решить уже в ближайшее время. Если региональный оператор продолжит выполнять свои обязанности недолжным образом, то будет поставлен вопрос о его замене. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В детской школе искусств поселка Горки-Ленинские пополнения. В рамках нацпроекта «Культура» и федерального проекта «Культурная среда» сюда были поставлены новые музыкальные инструменты. Помогать распаковывать новинки и готовить их к будущей активной педагогической и концертной работе помогал и наш корреспондент Максим Козлов. В детской школе искусств поселка Горки-Ленинские приятные хлопоты. На днях сюда прибыло несколько инструментов – аккордеон, пианино и баяны. Теперь учебный инвентарь готовят к эксплуатации. Финансирование покупки осуществлено в рамках федерального проекта «Культурная среда». На самом деле это замечательная инициатива, замечательная система, в которую мы, слава богу, попали, потому что действительно инструменты достаточно дорогие, и не каждая школа может позволить себе приобрести такие инструменты. Пригодились преподавателям школы искусств и наши умения. Отложив микрофон в сторону, вооружившись отверткой, ваш покорный слуга принялся за дело. Итак, нам выпала уникальная возможность помочь сотрудникам детской школы искусств поселка Горки-Ленинские подготовить инструменты к эксплуатации. Сейчас моя задача – отвернуть хитрый болт. Вот что-то не очень сильно получается. Пошло, пошло. А делается это для того, чтобы инструмент начал играть. Дело в том, что сейчас для транспортировки прокладывают специальную пластину. Благодаря ей подвижные части баяна крепко зафиксированы и не повреждаются при транспортировке. Когда все ремни оказываются на месте, а лишние детали удалены, можно и попробовать инструмент. Хотя даже профессионалу требуется немного времени, чтобы привыкнуть. Ой, а что здесь так? Ага, вот. Несколько лет назад в школу искусств уже было приобретено несколько инструментов по президентской программе. Тем не менее, проблема их нехватки остается актуальной. Один маленький баян готового выборного, хорошего качества, фирмы «Юпитер», и большой. Но на всех ребят не хватало. Вот даже дуэт сыграть – это уже проблема. Трио тем более. Вот, поэтому важно, конечно, покупка инструментов и баянов, и аккордеонов. В соседнем кабинете среди довольно потертых собратьев торжественно расположилась черная пианино фирмы «Ямаха». Всемирно известный производитель синтезаторов стремительно ворвался на рынок бюджетных инструментов и сразу захватил на нем лидерство. Фортепиано – это инструмент, достаточно подвижный в таких моментах, как влажность, сухость, температурный режим. И, соответственно, строй, как правило, плывет. То есть, как профессиональным языком, если говорить, и требует очень такого трепетного отношения. Поэтому будем надеяться, что компания «Ямаха» учла это. И будем стараться мы со своей стороны поддерживать тоже вот такой вот температурный режим и влажность в помещениях. После дороги пианино также необходимо подготовить к эксплуатации. В ближайшее время его навестит настройщик и приведет инструмент в порядок. Пока не все новинки приехали в школу. Всего будет поставлено 8 музыкальных инструментов. Покупка обошлась в 1 миллион 250 тысяч рублей, выделенных из федерального бюджета и бюджета Московской области. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сегодня в рубрике «Время назад» мы покажем вам сюжет десятилетней давности. В июне 2010 года видновчане, так же как и сегодня, радовались солнцу и лету и делились планами на отпускное время. А как обычно лето проводится? Ну, ездим куда-нибудь. Бывает на море, бывает на Волгу. На Селегире были отдыхали. Ну, планируем в августе съездить в отпуск. В Абхазию. Даже с малявкой. А есть какие-то еще планы на лето? Ну, на лето у меня приезжает мама, она у меня живет в Туркмении, поэтому, естественно, мы ее ждем. То есть бабушка наша с нетерпением ждем в гости на все лето. Так вот, поедем к сестре в гости еще. В общем-то, так. Такое наше лето. Проехать всех гостей, кто живет там в деревне, бабушки, дедушки. Посмотрим, как получится. Если лето будет хорошее, то будем ездить по гостям. В Амапу. А я, наверное, поеду в Питер отдыхать буду. Там гулять по Петергофу. Какие-то определенные планы есть на это лето? Отдохнуть от школы. Ну да, отдохнуть от школы и от уроков. Ну, мы, наверное, поедем в лагерь с сестрой моей. Там, не знаю, на море будем купаться. Что-нибудь еще делать. А ты? Ну, весело проводить время и все. Мы вот ребенка отдадим бабушке в деревню. А сами будем отдыхать с мужем. Здесь, наверное, будем работать. И отпуск куда-нибудь поедем. А куда еще не думали? Еще не думали. Вообще отдыхаем еще и в Фудмосковье очень часто. На Океа. Вот ездим неделю прям с палатками, с друзьями. Вот. Ну, может, за границу еще, если получится. А мы отпуск будем проводить на даче. Сможем отдыхать, загорать. Планируем поехать за границу. Не знаем, как получится, но мечтаю. Что ж, как говорится, отдыхать не работает. И с тем, что лето самое прекрасное для этого время, вряд ли кто поспорит. Удачного вам отдыха! Елена Аксенова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!